Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас здесь обучается 880 человек при максимальной нагрузке в 600. Часть классов отведены под обучение кадетских групп, которым по программе требуется повышенная физическая нагрузка. Однако существующего спортивного зала недостаточно для проведения занятий. Уже 8-й год у нас с 1-го класса мы набираем. В 8-м классе сейчас 1-й кадетский учится, 7-й, 6-й и так далее. Полностью вертикаль с 1-го по 8-й класс кадетское направление у нас. Спортзал один-единственный, при том на двухсменные занятия. Сами представляете, что если это 3 часа в неделю, то у нас спортзал, в общем-то, не отдыхает совершенно. Андрей Назаров осмотрел кабинеты и спортивный зал, пообщался с воспитанниками кадетских классов. Первому вице-премьеру показали, в каких условиях приходится работать поварам столовой. Она располагается в актовом зале школы. Оборудования не хватает, посуду приходится мыть руками. Нет дезинфицирующих приборов. Невозможно демографию улучшать, если нет возможности рожать в хороших условиях, вводить детские сады, хорошие условия в школах. Если нет этого, естественно, как надеяться на улучшение демографии? Невозможно. Поэтому задача номер один. И родители вот уже в течение полугода, как минимум, спрашивают, ну что, мы будем расширяться или нет? Или нам детей вводить в другие школы? Или здесь что-то будет происходить? Ну и я единственное могу сказать, что да, теперь есть конкретная надежда. По словам Андрея Назарова, есть необходимость принять специальную программу, чтобы обеспечить школьные столовые специальным оборудованием. А в дальнейшем обсудить возможность ремонта учебного заведения, чтобы всем воспитанникам перейти на односменный режим обучения. В Башкортостане приватизируют 9 ГУПов. Два из них – учебно-курсовой комбинат «Общепита» и институт «Башкир-дор-транспроект», преобразованные в хозяйственные общества. Об этом сообщили в Минземимуществе республики. Всего за прошлый год от работы ГУПов и Хозообществ в бюджет региона поступило более 7 миллиардов рублей, в том числе в виде дивидендов. Из них более 6,5 миллиардов – прибыль компании «Башнефть». Для повышения эффективности в республике идет продажа неликвидного госимущества. Так, в прошлом году на аукцион были выставлены 5 объектов, среди них здание Северного автовокзала. Однако из-за плохого технического состояния проданы они не были. В результате Минземимущество лишь на 36% достигло целевого показателя по линии доходы от реализации иного имущества. Вместо необходимых 125 миллионов рублей в бюджет Башкортостана поступило 45 миллионов рублей. ГУПы будут в Хозообщество преобразовываться. Это касается и продажи выставления как движимого имущества, так и недвижимого имущества. И вопрос поднимался относительно непрофильных активов, которые тоже будут участвовать в реализации и которые будут выставляться. С одной стороны мы повышаем доходную часть бюджета, с другой стороны мы пытаемся эффективно использовать имущество. Всего за прошлый год в бюджет республики от продажи и аренды госимущества поступило 14,5 миллиардов рублей. Это на миллиард меньше, чем в 2018 году. Процесс перерасчета платы за отопление в Башкортостане продлится до апреля. Об этом сообщили сегодня на Круглом столе, где обсудили переход на новую систему платы за тепло. Большая часть перерасчетов за отопление в республике была произведена в первые два месяца года. По данным БашРТС, жителям 500 домов за декабрь до начислено 66,5 миллионов рублей. Власти Башкортостана совместно с надзорными органами организовали проверку на корректность начислений. В итоге выяснилось, что по 58 многоквартирным домам расчеты сделаны неверно. Таким образом, в марте жителям республики вернули 13 миллионов рублей. Данный возврат связан с частью проблем, которые на сегодняшний день в законодательстве, к сожалению, имеют пробел. Соответственно, было принято решение и произведен возврат на сумму 13 миллионов. Города, по которым были произведены корректировки, это город Уфа, Нефтекамск, Стерли-Тамак, Благовещенск и Сибай. В настоящий момент проверка документов продолжается. В случае выявления новых ошибок, возвраты жителям республики будут произведены в апреле этого года. Больше 300 иностранцев съедутся в Белорецк на всемирную фольклориаду в июле этого года. Власти города рассказали о подготовке к проведению международного культурного форума. Республика будет разделена на 10 фестивальных зон. Мероприятия пройдут во всех городах и районах. Белорецкий местом проведения основных торжеств станет площадь перед кинотеатром «Металлург». Город примет 344 участника. Программа пока держится в секрете, но организаторы обещают, что она не будет повторять того, что уже было в предыдущие годы. Здесь на площади как раз будет здесь сцена. Белорецканы это знают. Ну, в течение дня будет проходить кинотеатры, будет как раз раздеварки. Там все размещаем. Еще одной площадкой для проведения мероприятия станет площадь перед зданием администрации в селе Инзер. Правительство региона выделило 887 тысяч рублей на организацию сценических площадок и звукового оборудования для городского дворца культуры. К этой минуте вся информация. Оставайтесь с РБК. Продолжение следует...